Самые яркие факты из истории города-курорта теперь собраны в одном месте и в самом центре Сочи. Здесь, на Эллинском спуске, у крепостной стены форта Александрия, на территории, которая является культурным наследием, торжественно открыли историко-этнографический сквер форт. Все эти предметы из прошлого, каменные изваяния исторических персонажей, памятники архитектуры, строили, лепили и высекали не просто скульпторы, а краеведы. Возглавил работы известный сочинский археолог Андрей Кизилов. Автор признается, ради такого дела здесь он на себя примерил и роль дизайнера, и бригадира. С Дальменом у нас была серьезная эпопея, потому что дело дошло до смешного, когда нам позвонили из Краснодара, из отдела охраны памятников истории археологии. Туда стали поступать от граждан заботливые письма о том, что злоумышленники разобрали где-то в горах Дальмен и собрали его в центре Сочи. На меня спросили, вы не знаете кто, я сказал, ну знаю, это я. Ну, только мы ни день не разбирали его, мы его сделали просто как настоящий во многом. Но у нас частично из бетона, частично из натурального песчаника. Верхняя плита – это пятитонная плита из натурального песчаника. Услышать скрипка лесомельницы, прислониться к точной копии классического Дальмена для знатных вождей эпохи бронзы. Этим и ценен данный сквер, отмечают авторы. Он доступен. В музеях же такие редкие экспонаты под стеклом, чего стоят одни подлинные блоки-квадры, вытесанные тысячу лет назад. С их помощью в историко-этнографическом сквере Форд воссоздали фрагмент средневековой крепости. Нашли же древнейшие камни на обнаженной при оседании грунта стене на улице Москвина. Факт древности подтвердили в НИИ археологии. Пришло время напомнить сочинцам, какие древние существуют и существовали древние культуры на наших территориях, на наших предгорьях. И показать это все, потому что нет ничего лучше, чем визуализация впрямую. Новую достопримечательность Сочи открыл глава города. Символическое перерезание красной ленты, отметил Анатолий Пахомов, это и старт открытию новых экскурсионных предложений на курорте. Здесь был мусор, и было полуразрушенное здание бывшей больницы. Сегодня это исторический арт-объект. На перспективу мы договорились, что это первый объект пешеходно-экскурсионного туризма, который в городе Сочи, здесь, в центральной части, уверенно, получит широкое распространение. Мы думаем, что здесь будет парковка для автобусов, а отсюда начнется пешеходная экскурсия по нашему Сочи. Будем стараться, чтобы уже к сезону 2018 года именно по городу пошли пешеходные прогулки. Авторов, а также владельцев арт-объекта, меценатов, которые внесли свой вклад в преображение этнографического сквера, глава Сочи наградил знаком признания и почет сочинцев.